Сегодня в Чувашии отмечают День работника сельского хозяйства. Аграрии нашей республики традиционно празднуют позднее, чем в других регионах. Только когда все пылевые работы уже завершены. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с представителями департаментов Минсельхоза России Владимиром Лабиновым и Владимиром Тимофеевым, на которые обсудили аграрную ситуацию в регионе. Одним из ведущих направлений сельского хозяйства в республике в этом году стало производство мяса птицы. Показатели выросли более чем на 20%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, рост обусловлен появлением новых и современных птицеводческих организаций. В личных подсобных хозяйствах поголовье скота снижается, но за счет фермерских угодий и сельхозпредприятий этот показатель также вырос на 15%. В растениеводстве на показатели повлияли погодные условия, но не критично. Показатели финансово-хозяйственной деятельности и хозяйств по прибыльности намного будут выше. Тем самым они могут оформлять кредиты. И с точки зрения подготовки уже к 2016 году, полагаю и рассчитываю на сельхозтоваропроизводство всех форм собственности, они подготовятся намного лучше. Производство молока – та отрасль сельского хозяйства страны, которая требует государственной поддержки. Как отметил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов, меры в этом направлении принимаются. Возможность введения механизма компенсации до 35% строящихся от молочных объектов. Плюс мы туда же добавили объекты для выращивания молодняка, туда же. Пока еще размер компенсации не установили. Но принципиально подход к выдаче этих сельд будет другой. Мы с 2016 года будем эти сельд направлять адресно. Мы постараемся существенно поднять размер племенной поддержки вашему региону, начиная с 2016 года. Мы это сделаем. Сегодня, несмотря на сложные экономические условия, сельское хозяйство Чувашии демонстрирует устойчивый рост. И планы у агрария в Чувашии большие. Директор департамента управления делами и организационной работы Минсельхоза России Владимир Тимофеев подчеркнул, что реализовать их можно только при тесном сотрудничестве региональных и федеральных органов власти. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.